И поэтому, братья Вара Калоуфику, мы сказали, что женщине в первую очередь, если она хочет быть искренней к себе, должна выйти замуж на настоящего мужчину. И затем, когда она выйдет замуж на настоящего мужчину, чтобы она реально вышла замуж. Сзади, чтобы она была, братья. А не перед мужем. И на ни одном уровне с ним. И это, братья и сестры, ни в коем случае не значит, что у женщины нету слова, как это многие понимают. Нет. Это не значит, что она не может что-то подсказать мужу. Это не значит, что она не может ему что-то посоветовать. Это не значит, что она не может ему помочь в чем-то. Это не значит, что она не может помочь ему принять какое-то решение. Нет. Она может это делать. И это является сунной. Вспомните, Барак, Луфикум, историю, что когда пророк, салаллаху, алейхи вассаляма, отправился в Умру и Курайшиты, не пустили пророка со сподвижниками, в Мекку. И пророк Салам приказал всем побрить свои головы, но они этого не сделали, что разгневало пророка Салаллаху, алейхи вассальм. И он зашел домой, и у Мусалима увидела его гнев, и спросила, что случилось. Он сказал, ты не видела, что сделали они, то есть сахаву. На что он и посоветовал, ты сам побрезь. И когда он побрился, они увидели, сразу автоматом все побрезь. Потому что вот этот эмоциональный момент немножко ослепляет человека, Бара Калуфикум. И вот так вот Бара Калуфикум точно так же благочестивая, богобоязненная супруга может посоветовать что-то мужу. Может ему помочь принять какое-то решение. Все это она может делать. Но при этом она должна понимать, что она замужем, и что муж глава. И если он решил что-то, с ним согласится, кроме того, что является грешным в религии Аллаху Супана Аталия. И она должна понимать, что его, то есть если его решение не является запретным по шариату, то ей нужно подчиниться ему, слушаться его, показать довольство его решением, быть как советник у короля. То есть советник, когда советует что-то королю, и король принимает другое решение, что советник выступает против короля. Нет. И даже если в будущем, братья, она увидит, что его решение было ошибочным, и что что-то пошло не так, она тоже не должна его упрекать. Я же тебе говорила по-другому. Тупой ты и так далее, и тому подобное, как в наше время разговаривают некоторые женщины, салаля, фаляфи, феминистки. Она должна его успокоить, сказать ничего страшного. Все мы люди, все мы ошибаемся. На ошибках люди учатся. И тому подобные добрые слова, в которых содержится успокоение для мужа, братья. И от которых мужчина действительно будет себя чувствовать мужчиной. И будет больше еще чувствовать ответственности. И может быть после таких слов второй раз, если она мудрая, может быть уже к ней прислушается. И не будет поступать так, как он захотел. А не так, как она ему посоветовала. И еще больше начнет чувствовать ответственность Бара Калуфикум за свою жену, за своих детей. И может быть больше начнет к нему прислушиваться. Мы не раз говорили Бара Калуфикум, что многие сестры, да, даже требуют его какие-то свои права по шариату, но нужно требовать эти права правильными путями. Как сказал Заходите в дома через двери. Не надо в дом через трубу лезть. То есть вот в наше время мужчина обязан содержать жену, правильно или нет? Обязанность же. Содержание жены это дом. Вот женщина может в этот дом через трубу залезть. Может быть застрянет в этой трубе. Ну как минимум испачкается сажей, правильно или нет? Вот та женщина только говорит мужу мозгу, ну ты обязан, 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 обязан. Застрянет в этой трубе. Утомится. Нервы все свои растратят. Греха себе возьмет на душу, правильно или нет? И при этом ничего не добьется. А та женщина Бара Калуфикум, которая заходит в дом через дверь, у Аллахи, братья, женщина, настоящая женщина, знает Бара Калуфикум, как подойти к мужу, когда ей что-то нужно. Когда ей что-то нужно. Вспомните историю Мусуляй, когда ей нужно было мужа успокоить и так далее и тому подобное. Что она сделала Бара? Преподнести ему такую страшную вещь о том, что самый любимый его ребенок умер. Как она это сделала? Вот так же и сестры. Бара Калуфикум, заходите в дома через двери. И не надо эти двери взламывать. Иногда некоторые через двери, ну, ногой пинают. Тык, 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 тихоечко постучись. Бара Калуфикум.